100% почти круглый год. Такой показатель по загрузке в этом санатории не меняется на протяжении последних пяти лет. Кстати, Октябрьский – одна из немногих здравниц Сочи, которая перешла на программу «Курорт круглый год». Для этого здесь разработали специальные цены для межсезонья и особые предложения для сочинцев. Сочи – это не только море и горы, где можно покататься зимой на лыжах, а летом искупаться в нашем прекрасном Черном море. Но и также это прекрасное лечение, замечательный бассейн, замечательные все процедуры, которые работают не только летом, но и зимой. Что касается лечебно-диагностической базы, такими методами и такой аппаратурой могут похвастаться только лучшие европейские здравницы. А недавно в санатории появился и свой специалист китайской медицины. За его горящими в прямом смысле слова компрессами выстраиваются целые очереди. В отелях и гостиницах свой подход к привлечению туристов. Человек, как правило, приезжает на отпуск, он не хочет о чем-то думать, как ему строить день. То есть мы стараемся придумать ему, чем ему заняться, чтобы он попал, как говорится, в объятия вот этой гостиницы. И все то время, пока он находился здесь, он, собственно, так говорится, был пронесен на руках. Но так рассуждают далеко не все отельеры и руководители здравниц отмечают в администрации Сочи. После подведения предварительных итогов уходящего года оказалось, что на курорте до сих пор остаются средства размещения, средняя загрузка которых не превышает в год 50%. А это не только недополучная прибыль сопутствующего бизнеса, магазинов, объектов развлечений, ресторанов. От такого подхода страдает бюджет города, который формируется в основном за счет туристов. Есть руководители, которые разводят руками, все им плохо, все они ждут каких-то новых времен. Кто-то хочет вернуться к советским временам, когда профсоюзы поставляли. Такого времени не будет. Сегодня выходить на городское собрание с предложением о том, чтобы выработать такие меры, когда для тех, кто не работает достаточно эффективно по загрузке наших санаториев, отелей, делать так, чтобы они платили плату за землю в два раза больше. Таких руководителей у нас немного, но эту работу мы сейчас будем проводить. Такая же программа у нас существует «Открытый юг». По программе «Открытый юг» она работает уже 11-й год. В этом году будет около 15 здравниц в них участвовать. Цена начальная – это 1750. И те отдыхающие, которые к нам приедут, они сэкономят от 7 до 50%. Очень важен для Сочи, считают в администрации города, изрубежный турист. Для их привлечения Сочи не раз представлял себя на международных выставках. Приглашали в гости туроператоров, и они с удовольствием приезжают. Так, 15 января курорт ждет большую группу представителей туриндустрии из Китая. Кстати, по оценке многих турагентств, именно жители Поднебесной – самые активные туристы. Что касается предстоящего зимнего сезона, в Сочи он, по данным администрации, будет самым успешным за последние десятилетия. Ожидается приезд около 1 миллиона туристов. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.